Рынки продолжают изучать макроэкономические данные, характеризующие состояние мировой экономики в условиях пандемии коронавируса. Какие именно публикации помогут оценить обстановку в мире и повлиять на торговые настроения, об этом очередной видео календарь трейдера на канале ИнстаФорекс ТВ. Инвесторы продолжат узнавать о проблемах с занятостью во всем мире. В четверг утром будут опубликованы данные с рынка труда Австралии за март месяц. Ожидается сокращение числа трудоустроенных на 30 тысяч человек и соответствующий рост уровня безработицы до 5,4%. Все это напомнит трейдерам о погружении австралийской экономики в состоянии депрессии и спровоцирует волну распродаж доллара Австралии. А уже вечером очередная публикация из Соединенных Штатов – данных по количеству первичных заявок на пособие по безработице. Последние несколько недель именно этот отчет крайне важен, ведь пока только он характеризует наиболее актуальную информацию. Так, завтрашний документ будет содержать статистические данные за неделю до 11 апреля. Прогнозы снова крайне негативные. Ожидается прирост на трудоустроенных на 5 миллионов человек. Однако такая информация может стать причиной подъема доллара США, ведь именно американская валюта входит в число безопасных активов. И на что стоит обратить особое внимание – это заседание Международного валютного фонда в течение всей этой рабочей недели. Эксперты готовят общественность к грядущим трудностям и отмечают существенное ухудшение перспектив экономики. А точнее прогнозируется спад мировой экономики на 3%. Это будет первая мировая рецессия со времен кризиса 2009 года. И при этом не исключается, что ситуация будет даже хуже, чем во времена Великой депрессии, называя этот кризис «великой самоизоляцией» или «великим карантином». Инвесторы, разумеется, в такое время выбирают активы тихой гавани. Так, котировки золота поднялись до максимальных уровней за последние 7,5 лет. И кажется, это не предел. И вот в пятницу рано утром готовимся к отчету по темпам роста китайской экономики за первый квартал этого года. После роста на 6% в четвертом квартале 2019 года за первые три месяца 2020 года, скорее всего, будет зафиксировано падение на 9,8% и на 6% в годовом выражении. И в случае подтверждения негативного прогноза будет отмечено снижение аппетита к риску, в результате чего котировка доллар-иена направится в пользу японской валюты с более сильными защитными свойствами, нежели у доллара США. Также в пятницу рынки получат подтверждение необходимости изменений денежно-кредитной политики от ЕЦБ в публикации финальных расчетов потребительской инфляции в странах еврозоны. Подтверждение первичной оценки может ослабить позиции европейской валюты. Помимо перечисленных событий, трейдерам стоит также обратить внимание на следующие макроэкономические публикации. В четверг ждем финальных данных по инфляции в Германии, а также информацию о состоянии производственного сектора в еврозоне, Канаде и США. В пятницу все внимание сосредоточено на азиатской сессии, когда помимо данных по темпам роста китайской экономики будут оглашены и отчеты по изменению выработки промышленного производства, розничным продажам, а также состоится пресс-конференция Национального бюро статистики Китая с соглашением экономических прогнозов.